На два дня оторваны от цивилизации. Не каждый современный ребенок готов на выходные отказаться от гаджетов и отправиться в лес. Но эти ребята не такие. Курсанты военно-патриотических клубов и ученики Красноуфимской школы туризма собрались вместе, чтобы провести два дня в непростых условиях. Для них это не только приключения, рассказывает руководитель клуба, но в первую очередь приобретение навыков выживания. Умение приготовить пищу, умение организовать компактный быт, умение провести холодную ночевку, чтобы не заболеть, ну и собственно отработка всех элементов коммуникабельности, самовыживания в экстремальных условиях. Экстремальных условий тут хоть отбавляй. И здесь свои правила игры, согласно которым в лесу может поджидать опасность. На такой случай детей обучают стрельбе из оружия, а также боевым искусством. Наташа пришла в клуб именно за этими навыками. У меня появились новые друзья и понравилось очень в клубе. Мы действительно начали заниматься рукопашным боем, стреляли с пневматики. И самое запоминающееся было прыжки с парашюта. В этот раз прыжков с парашютом не намечается, но есть не менее увлекательное занятие – скалолазание. Мы занимаемся тренировкой, отрабатываем приемы скалолазания, свободного лазания, а также подъем с жумаром и спуск дюльсером с помощью восьмерки. Это для обычного человека все выражения – лишь непонятный набор слов. А настоящий альпинист должен знать все и объяснять новичкам. Так, узел называется «Проводник восьмерка». Такой узел – это основная страховка каждого альпиниста. Алена Типаева занимается этим экстремальным видом спорта уже 4 года и покорила множество красноуфимских вершин. Сейчас помогает другим ребятам и делится опытом, ведь все начинали с малого. Я преподаватель, научил меня подниматься, завязывать узлы и все, что мне пригодится на слете. Как говорят организаторы, такие походы полезны для ребят и в том плане, что свежий воздух, спорт и живое общение, да и от городской суеты отвлечься помогают. Коленями не прижимайся, на прямых ногах. После такого спортивного дня необходимо подкрепиться. Дети самостоятельно разводят костер и готовят пищу. Ну и какой же поход без песен под гитару в кругу друзей. Этот поход в лес у ребят первый в новом учебном году, рассказывают организаторы. Но надеются, что собираться смогут чаще, хотя бы два раза в месяц. Учебное время нам позволяет, выходные дни мы наверняка будем, вот пока не будет снежного покрова, будем жить в палатках. В последующем будем решать, возможность будет выходить с ночевкой, будем выходить с ночевкой, нет, значит будут однодневные выходы с аналогичными тренировками. Ну а пока в планах клуба строительство тренировочной базы, чтобы дети могли в любое время отрабатывать навыки на свежем воздухе. Елизавета Наконечникова, Марина Агалакова, Интера ТВ